В прямом эфире. В прямом эфире будет. Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить такую очень вкусную штуку. Очень часто её просят добавить в торты. Эта штука называется хрустящий слой или хрустериант или пролине. Обычно пролине называют чуточку другое. Это перемолотые орехи с добавлением масла. Получается жидкая начинка. Её обычно называют пролине, но некоторые называют и хрустящий слой. Вот мы сегодня с вами будем карамелизировать орехи и делать из неё вкусную хрустящую штучку. Я покажу вам как можно с помощью абсолютно простых вещей сделать прикольную штуку и добавлять её в десерты. Или кушать как самостоятельное блюдо и покажу как это сделать. Итак, нам понадобится ковш. Нам понадобится абсолютно сухой ковш. Там не должно быть вообще никакой воды. Если у вас чуть влажный корж, надо обязательно протереть его салфеткой, чтобы он был абсолютно сухой. Потому что мы будем делать с вами сухую карамель. И сюда добавляем сахар. Всю рецептуру я напишу в посте. Всё закреплю. Поэтому сейчас не буду говорить 5 грамма. Значит, делаем сухую карамель. Сухая карамель делается очень просто. Мы берём, ставим ковш с сахаром. Так, вот может как-то вот так вот. Ковш с сахаром. О, Москва вот включилась. На огонь. Не надо делать всё сильно большое, потому что обычно сахар где-то по краям ещё уже, точнее, растопился, а вот посередине не растопился. Поэтому на большой огонь не ставим. Сахар мы не мешаем. Здесь отдельно у меня в мисочке уже отвешены орехи. Пока у нас растапливается сахар, мы возьмём доску, нож. Чтобы было проще, можно взять кондитерский мешок, либо какой-нибудь мешочек обычный, просто кондитерский, более плотный. И побить скалкой, чтобы измельчить. Но мне это не особо нужно, прям сильно измельчать. Я просто пополам режу орех. Вы можете здесь брать, этот какой-то не учу. Вы можете брать, в принципе, любые орехи. Это может быть миндаль, это может быть и грецкий орех. В зависимости от того вкуса, какой у вас будет торт. Не получается, но и нет. Иди, папа сейчас поможет. Так, сахар мы периодически будем вот так вот перемешивать. Всем привет, кто присоединяется. И режем. Не надо слишком измельчать орех на данном этапе, потому что в конце мы будем измельчать уже карамелизированный орех в блендере. У меня здесь орех жареный, но вы можете взять и обычный, не обжаренный орех, а разложить его на силиконовом коврике и отправить в духовку и там обжарить. Но имейте ввиду, что его нужно периодически перемешивать, чтобы он у вас не сгорел. Что это придаст? Это придаст аромат, соответственно и вкус. Можно не обжаривать. Есть несколько, на самом деле, способов, как карамелизировать орехи. Можно сварить тулу карамель, как мы это делаем. И я вам просто хочу показать вообще самый простой способ, как это сделать. Можно усложнить себе процесс. Держи. Усложнить себе процесс и карамелизировать орехи в карамели в ковшике, там в кастрюльке. Способы разные, но я вам показываю самый простой, самый доступный. Я думаю, что он получится у всех. Вот можно посмотреть, как топится сахар. Он уже начинает в некоторых местах, видите, растапливаться. Поэтому периодически мы берем и вот так вот перемешиваем. У тебя шикарный тортик. Спасибо большое. Я стараюсь. Да, зайка, иди. Мы сейчас несколько закончим и пойдем к тебе, хорошо? Так. Может быть, пока я тут режу орехи, вы мне расскажете, что бы вы хотели, чтобы еще рецепт, может, какой-то, чтобы я опубликовала какие-то идеи, чего-то ждете, что вы хотите от меня. Я щедрая и готова делиться очень многим. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, вопросы, пожелания, пишите. Я постараюсь их воплотить. Ну, по крайней мере, прислушаюсь к вам. Так, вот посмотрите, как у нас закипает уже сахар. А вот здесь он еще, видите, не растопился. Поэтому я сейчас уменьшу огонь и вот так вот перемешиваю. Даже огонь уже выключу. Потому что, в принципе, у нас сухая карамель уже сварилась. Убираю с огня, потому что здесь не индукция и он продолжит вариться. Поэтому я убрала. Так, орехи у меня готовы. Как раз все вовремя. Я дальше беру силиконовый коврик. У меня достаточно плотный силиконовый коврик. Сюда высыпаю орехи. Их более-менее равномерно распределяю. Ну, чтобы они были просто не горолы у вас. И что я делаю дальше? Я все это дело вот так вот заливаю карамелью. Конечно, чтобы закарамелизировался каждый орешек, да, лучше карамелизировать орехи вот прям в кастрюле. Но этот процесс, он немного другой, не просто с сухой карамелью. Он более долгий, более сложный. Так, теперь самое главное нам сейчас дождаться, когда все это дело остынет. Это недолго. Пока остывает, я вам сейчас покажу еще один ингредиент, который можно добавлять или не добавлять по вашему желанию. В кондитерском магазине обычно продается профессиональная вафля. Но, с ними будет реклама ребятам. У меня просто такая вафля закончилась. Поэтому, если у вас нет вафли, кондитерская такая, крошка, чем ее можно изменить? Можно взять вот такие вот воздушные шарики. Изменить на любимые детские воздушные шарики. Ну, вот такие рисовые там. Либо взять кукурузные хлопья. Тоже их измельчить. И получится, конечно, не то же самое, потому что кондитерская вафля вообще тонкая. Но на вкусе сильно это не скажется. То, что не будет плохо. Для того, чтобы нам измельчить эти шарики, я сейчас возьму кондитерский мешок. Берем кондитерский мешок. Нам нужно где-то 40-50 грамм. То есть это достаточно много. Можно обойтись без них. То есть это не обязательно ингредиент. Куда можно использовать этот хрустящий слой? У нас есть в бисквитах торт. В тортах есть бисквит. И вот этот слой, он наносится непосредственно на бисквит. То есть это не самостоятельная какая-то начинка, да? А именно дополнение к бисквиту. Так, взяли кондитерский мешок. И бьем. Сейчас еще один принесу. Да, вот можно есть как отдельное блюдо. Что в принципе сейчас делает мой муж. Вкусно? Да? Угу. Обычно в торты я не кладу, конечно, шарики. Я пользуюсь кондитерской вафлей профессиональной. Но просто на данный момент у меня ее дома нет. Но пропорции такие же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот я ее измельчила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дальше нам понадобится какое-то приспособление, которое измельчит нам наши орехи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас это все, наши орехи уже остыли. Поскольку это сухая карамель, она застывает очень быстро. Не получится у вас все сделать на пергаменте, потому что вы не оторвете бумагу от орехов, от карамели. Поэтому делаем это на силиконовом, либо тефлоновом. Тефлоновый коврик тоже подойдет. Тефлоновые коврики я как-то рекомендовала. Купить они стоят 1-100 рублей. И измельчаем. Снизу лучше как-то снимал. Простите, сейчас будет громко. Вот у нас получается такая крошка. Я сюда же добавлю шарики, просто чтобы быстрее перемешать. Либо можно перемешать, если у вас будет кондитерская вафля, то перемешиваем ложкой вручную. Вот и все. Наш хрустящий слой готов. Что с ним делать дальше? Его можно хранить в банке. Герметично с ним ничего не будет. То есть, в принципе, его можно сделать заранее. Как его наносить на торт? Можно растопить темный шоколад. К примеру, растопить темный шоколад. Нанести слой этого шоколада на бисквит. И сверху посыпать этой крошкой. Либо, если вы хотите сделать более толстый слой, вы можете взять часть вашей хрустящей крошки, смешать его с растопленным шоколадом. И лучше добавить еще столовую ложку подсолнечного масла. Без запаха. Или то масло кондитивное, которое вы используете. Перемешать. Для чего добавлять масло? Для того, чтобы, если, например, у вас замораживается торт. Я же делаю муссовые торты, поэтому у меня все замораживается. И у вас просто шоколад станет колом. Он не будет, после того, как торт разморозится, он не будет таким вот мягким для того, чтобы потом порезать торт. Да и в бисквитном точно так же. Шоколад застынет и он не будет мягким. Поэтому лучше добавить растительное масло для того, чтобы шоколад был не таким стабильным, скажем так. В общем, все перемешиваем. Наносим на бисквит. Можно поставить такой бисквит в морозилку для того, чтобы у вас этот слой стабилизировался. И потом уже его добавлять в торт при сборке. В принципе, все. Пост сейчас я напишу. Рецепты я там закреплю. Поэтому надеюсь, что вам будет это полезно. В общем, если у вас появятся вопросы, пишите в комментариях. И если у вас будут какие-то пожелания по рецептам, по тему прямого эфира, может у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, не касающиеся этого рецепта, то тоже пишите в комментариях. Я буду очень рада получить от вас обратную связь. Все. Всем пока. Да? Мам. Мам. Мам.